всем привет с вами как всегда ольга сегодня мы с вами будем готовить печенку да выглядит очень некрасиво но с печенью работать очень тяжело и даже купив печень я ее предварительно заморозила потому что это видите что кровь разлилась вот и так что начинающие хозяйки должны это иметь ввиду что очень работать с ней тяжело вот и сейчас вот я нарезаю вот так вот на кусочки вот на такие и потом на вот такие кусочки и чтобы было вам смотреть я все не снимаю потому что не особо приятно так отглядеть вот и так все у меня выглядит на сковороде чуть-чуть налила растительного масла и теперь что буду делать дальше буду вам все говорить какой мой рецепт печени кстати забыла сказать извините за голос я приболела что вот медленно я так нарезала все печень вот на такие брусочки но именно я вам сказала то что печень когда вы купили нужно предварительно подморозить потому что иначе вот таких красивых брусочков вы не нарежете ничего не получится она вся будет растекаться у вас так и счастлива растительное масло закрываю крышечкой и на маленькой огонь тушится так но пока у меня печень значит стоит на маленьком огоньке тушится я решил еще сварить и я уже несколько раз говорила что выходной у женщины это своеобразный выходной и так как семья я ухожу на работу то есть и вы тоже уходите на работу а семья остается дома нужно было всегда чтобы была в холодильнике готовая еда и я соответственно сейчас поставлю варить щи но прежде чем варить щи я ставлю варить мясо всегда беру либо три либо два вида мяса так щи становятся более ароматными и вкусными вот на сегодняшний раз у меня присутствует свинина здесь косточка голень индейки и остов от курицы соответственно все это я потом сейчас поставлю варить сниму накипит такой процесс долгий вот и потом все разберу эти косточки и навар будет очень вкусный ароматный вот но тоже подготовка к обеду я не знаю девочки кто давно меня смотрит знает я всю дорогу как сказать считаю то что допустим печенка пюре макароны еще что-то но всегда должна быть на резочка на столе колбасная тарелочка если есть то и колбасная и сырная но это мое такое мнение я к этому привыкла и считаю да это как дополнение интересненько вот в этот раз у меня значит сервелат сыренькая колбаска и мяско вот с насыпочкой тарелочку взяла маленькую что-то положила и прям получилось с горой но менять не буду просто неохота уже менять тарелку ну как получилось вот будет такой вариант как всегда одно и то же и обязательно конечно салатик нарезаю и всегда говорю что присутствовал светофор желтый красный и зеленый девочки один выходной один выходной так варится видеть какой же бульон красивый становится накипь сняла один выходной салатик порезала нарезочку сделала печеночка тушится бульон на щи варится яблочки с бананами мало-мало сейчас сбегу еще надо успеть магазин сбегать потому что очень любит фрукты супруг так ну чё бульон у меня сварился гляньте какой красивый янтарный все я его поставила 100 сейчас у нас тудиться вот и значит мясо разделаю отделю от косточек ну и потом как обычно чую уже сто раз у меня на моем канале есть приготовление щей все уже одинаково добавлю капусты значит порежу потом естественно это замечательная наша волшебная баночка а вот и картошку ну и все ну что прошло у меня 30 минут значит все это дело у меня моя печенка хорошо протушилась вот добавила но я уже говорил лаврушечку все соль перец вы добавлять приправы которые вы любите на гарнир и я решила сегодня пюре приготовить вы как хотите хотите рис хотите допустим макарошки в общем блюдо стандартное и подходит печеночка с подливочкой для любого гарнира так ну что сказать еще один вариант для обеда картофельное пюре и печенка сметане как обычный летненький салат нарезочка готовьте как я готовьте лучше меня с вами как всегда ваша ольга